Алло, Антон, добрый вечер. Я вам написала в ВКонтакте, вы меня сбросили. Да, да, да. Какой город? У нас Питер, ну вообще, сам задержанный из Волгодонска, и его сейчас этапируют в Москву на психоэкспертизу. Но там больше политический заказ, как у нас у всех здесь сейчас. Это понятно. У него доверенность есть на кого-нибудь? Нет, никого нет. В Москве кто-то есть? Да, сейчас поднимаем всех своих, кто есть в Москве. Да, да. Что-то нужно сделать, да? Записывайте по пунктам. Пишу, пишу, пишу. Спасибо огромное вам. Ручку, бумажку. Все на месте, да. Пишу. Огромное вам спасибо, что вы с нами общаетесь на эту тему. Не перебивайте, пожалуйста. Мне после суда трудно разговаривать. Значит, первое. Ему нужно сделать доверенность. Первое, доверенность. На представление его интересов в судах и в разных инстанциях, в том числе знакомиться с административными, уголовными и какие-то там еще дела-то есть. Короче, полностью на представление любых интересов. Обратцы найдете в интернете, но обязательно обратите внимание на административные, гражданские. У вас, кстати, запись аудиозвонков работает? Не знаю. Я сама не включала ее. Так-то вот, если я не прослушиваю, то так, в общем-то, сама не включала. Ну, не знаю. Рядом телефон есть с диктофоном? Есть. Сейчас. Сейчас поставлю. Мне проще голосом надиктовать. Хорошо. Все, я писать не буду. Да, сейчас минутку одну только диктофон найду. Не, пишите параллельно. Просто это. Быстрее усваивается. Так, сейчас секундочку. Я включу диктофон и сразу на громкую связь переведу. Так. Все, я перевела на громкую связь. Ага, и пишу. И диктофон, да? Работает. Да, и диктофон. Значит, первое, что нужно сделать, это доверенность на представление интересов в любых судах, там, в ВД, в госорганах и так далее. С правом, не знаю, передоверие или доверие, это уже от него зависит, как он сам, кому доверяет, кому нет. Вот. Желательно на двух человек сделать. Чтобы, ну, у нас так же было, мы на двух сделали, один потерялся, второй действовал. Значит, доверенность еще нужно обязательно указать с этим, с доступом к медицинской информации, как так звучит. Какой информации? К врачебной тайне, что-то такое. Угу. Ну, найдете образцы в интернете, там, это доверенность при поступлении в психушку. Образцов много в интернете. Они будут требовать вычеркнуть этот пункт, ни в коем случае не соглашайтесь. Угу. То есть, дальше, если этот человек по доверенности будет обращаться, ему будет отказано, ввиду того, что вся информация является врачебной тайной. Угу. А если у него этот пункт будет, в том числе по врачебной тайне, то все, все нормально. То есть, разглашение, там, каких-то медицинских историй, показаний, что-то такое, как-то так звучит. Угу. Вот. А как это делается доверенность? Если он уже в психушке, его можно там застать, значит, первые три дня держат в этой палате для буйных, то есть, ближе к посту. И за ним просто три дня наблюдает. Ничего страшного с ним, скорее всего, не случится. Ну, не знаю, смотря там, как это, как обстановка. Угу. Вот. Если есть возможность с ним как-то, хоть как-то связаться, сразу передать, ничего не подписывать, никаких анализов не сдавать. Угу. Ни на какие провокации не реагировать, всегда вести себя спокойно. Там могут и ударить, и пнуть, и, там, я не знаю, там, какой-нибудь бутылкой в него кинуть, и телефонные звонки это разрешать, это запрещать. Это все не важно. Это все нужно вести себя культурно, вежливо, спокойно, ни матов, ни руганий, ничего. Угу. Угу. Так, сообщить ему, чтобы ничего не подписывал и никаких анализов не сдавал. Угу. Вот. Если он что-то там подписал, его все равно, то, думаю, можно вытащить, потому что, по-моему, закон о психиатрии называется, там, по-моему, статья 4 или 5, там она коротенькая, она гласит о том, что если появится представитель, там, мама, папа, либо с доверенностью, то пациент, даже если ему назначили принудительное решение, лечение, а не, если он сам добровольно подписал все документы, то, если появится представитель, то представитель вправе через главврача написать заявление о прекращении, об отказе от этого лечения. И его должны выпустить, там, по-моему, в течение двух или трех дней, что-то такое. Угу. Это один из способов. Еще один способ, если доступ к его телу нету, то есть нельзя ему, там, это, передать доверенность, и он не может ее подписать. Кстати, вот, можете распечатать доверенность, да, вот этот образец, и идете к главврачу и требуете свидания с ним. Угу. Если главврач отказывает, тогда через Уполновоченного по правам человека, там, Москвы, Московской области, не знаю, где-то там, вызываете ее на место, говорите, что нарушаются права, принудительно увезли, нет, нарушают, ну, требуете немедленно явиться. И обеспечить свидания, звонки, и передать доверенность. Передаете доверенность ему, он ее подписывает просто, вписывает, там, свои паспортные данные, если помнит, если не помнит, там, это, ну, надо как-то выяснить это, там, у родственников еще как-то. Вот, он это все прописывает, прописывает тот человек, которому он доверяет, и эта доверенность заверяется главврачом, круглой печатью и росписью. Он, у него статус нотариуса. Вот, а вообще, то есть, и когда у вас будет эта доверенность, вы уже сможете писать во все инстанции от его имени, в том числе и получать доступ к кратчебной тайне, там, этот, к чему вообще обвиняют, чему ему вменяют, какая там экспертиза проводилась и так далее. Вообще, законодательство в России выглядит так. Сперва должен состояться суд с признанием его недееспособным. У меня этого суда не было. Мне сразу назначили суд второй, который присудил мне бессрочное принудительное лечение пожизненное. Вот. Скорее всего, ему так же будут делать. Вот он должен знать, что здоровому человеку не имеют права присуждать бессрочное лечение. Если ему это сделают, пропустят первый этап и назначат сразу лечение, это легко можно обжаловать. Жалоба пишется в апелляционный суд в течение 10 дней. Ну, я не знаю, сколько я буду рассматривать. Месяц, два, три, может. Ну, в общем, я в психушке пробыл 62 дня, только мне потом отменили вот это решение. Незаконное. Потому что мне перескочили вот этот пункт, первый суд, вообще его не было. А признание недееспособным. Вот там, да, и этот суд должен быть открытым. На нем могут выступать эксперты, адвокаты и так далее. То есть его там еще как-то можно оставить. У меня суд первый был пропущен, мне сразу назначили принудительное лечение. Причем этот суд проходил в психушке. И туда никого не допустили. И меня вообще выгнали из заседания, и даже адвокат пошел против меня. Вот так. Что еще? Обязательно, если удастся добиться свидания или как-то там звонок, звонки первые три дня запрещены. Потом, ну это не знаю, как там, у нас запрещены. Ну вообще в столице все попроще, по-моему. Главное толпой собраться, прийти и добиться свидания. И вот это ему все рассказать по пунктам. Пускай добивается книги, жалобы, предложений и записывает туда все свои претензии, все, что найдет там. Нету туалетной бумаги в туалете, ложки грязные, обед несытный. Ну и все, вот это претензии, это все надо писать. Постоянно. И тем самым он будет доказывать свои дееспособности. Пускай пишет рукописи постоянно, что, ну ежедневник, каждый день что происходит. Принесите ему ручки, бумажки, ну эти тетради и так далее. Пускай все это пишет, что происходит, как происходит, с кем разговаривал, куда ходил, в каком, в какой ноздре, каким пальцем ковырялся, понимаете. Все подряд. Так, дальше. Пускай требует, так, звонки ему должны разрешить и свидание. Это вот после, первое, что должны добиться, это свидание, ну, первая доверенность, потом свидание, потом звонки. Все это вместе понести должны. Разрешите. Обращайтесь к главврачу, если он неадекватный, невменяемый, тогда в этот, в полномочию по правам человека и собирайте толпу, ну, не знаю, делайте видеопоход. Скажите, а вот его, если на экспертизу, значит, его будут долго держать там, да, то есть не один день это происходит? Я просто не знаю, как это делается. У меня никакой экспертизы не было. У меня через три дня, через два дня, по-моему, пришел какой-то человек в белом халате, с ним еще один, с ним еще один. Ну, так покрутились, походили, посмотрели, поговорили со мной. Ты типа, что, как себя чувствуешь, как нормально все, почему здесь оказался, я вам все объяснил. Ну, буквально одна-две минуты, и все. Они говорят, ну, ладно, отдыхайте. И лежу спокойно. А потом, как оказалось, это была экспертиза, и они... Понятно. Сочинили какой-то документ, что они якобы там в составе комиссии 3-4 доктора провели обследование и выявили какую-то там шизофрению. Ну, это все фигня, потому что там у них печать стояла какая-то, то ли канцелярия, то ли этот... Ну, короче, не гербовая и не это... Фикция. За все отвечает лицо, которое имеет право действовать без доверенности. То есть, обычно это главврач, и он прописан единолично в этой выписке ЮГРЮЛ. Заказывайте выписку ЮГРЮЛ на эту психбольницу. А сколько там вас продержали, вот как бы, если вот экспертиза, если они так называют экспертизой, вот сколько она длится вообще, вот может? Я же говорю, на второй день мне вот эту фикцию сделали. Потом, когда уже суд прошел, мы и все, мне сказали, типа, бессрочно, пожизненно, и все. Все поняла. Я сказал, нет, нифига, мне есть 10 дней на апелляцию, я написал апелляцию, тут же им за это зафигачивал, там еще со свободы, ну, с воли тоже люди апелляции написали. Вот, и где-то, не помню, то ли через 10, то ли через 15 дней, где-то так, они собрали большую комиссию, прям их человек, наверное, 20 или 30 было. Короче, все студенты, все врачи с города, профессор, и все писали на диктофоны, штуки три. Короче, ну, как сцены из собачьего сердца, вот я сидел там, они все вокруг меня. Поняла. Да, и они меня всякие про аукционные вопросы задавали, я им это все грамотно рассказывал, при этом я был на... уже трое суток голодал, потому что мне не разрешали ни свидания, ни звонки, ни передать доверенность. Вот, и я им там объяснил, они говорят, ну, ты прекратишь голодовку, я говорю, вот, сейчас, говорю, мне пообещали, что сейчас у меня будет свидание, я смогу передать документ. Если передам, тогда, да, прекращу, сразу выпью это, и воду, и поем. Ну, ладно, идите, ну, вот я, короче, в таком истощенном состоянии, все равно мне удалось доказать, что я здравой мыслящий. Да, вас вам, конечно, не позавидуешь, сколько пройти. Спасибо вам огромное, Антон. Если что, можем мы связываться с вами, пока вот на данный момент понятно наши действия, да, будущие. Вот, если мало ли что-то, какие-то вопросы непонятные будут, можно вам еще будет позвонить? Да, конечно, звоните в любое время. Спасибо вам, Адниша, просто спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.